всем привет не знаю слышно было или нет поет птичка так красиво сейчас сниму вам видео про уток тут новостей куча хочу правда начать с грустной новости телеграм-канале рассказывал а тут нет поэтому расскажу умерла у меня гуско серая не знаю почему но к сожалению случилась такая беда ну ладно не будем об этом теперь о хорошем у меня тут утки посадились я вам всех не снимал сейчас расскажу я тут с ними тоже нанервничался пока они все уселись про петруха давайте расскажу он же на меня кидался я его пару раз отпор ему дал так скажем он кидается но естественно его ногой отпинивал так что он сейчас стал очень сильно меня бояться хотя был ручной но не кидается уже хорошо лучше пусть бояка будет вот так пойдемте уток найдем вот они утяжки вон он там гром на самом деле куча новостей как бы не забыть все рассказать ну начну с этих наседок особенно вот это мне вымотала нервы тут яйца были в этом гнезде и в этом гнезде она вроде как села знаете вот она по ночам сидела и потом села прям весь день сидела вот в этом гнезде ну думаю ну вот и хорошо единственное она не пищала то есть вот слышите характерные звуки для наседки это и сейчас почти не пищит очень редко слышу писки не хочет потом она на следующий день с утра сидела потом встала ходила почти весь день к вечеру опять села ну думаю ну ладно может еще присиживается по итогу она так я не знаю дней пять то сидит то не сидит то в другое гнездо залазит прям я думала на меня яйца перепортит только по итогу селась в это гнездо то в то лезла опять и я забрал из того гнезда яйца чтобы туда ее не манила сидеть и она вроде сюда уселась окончательно уже не знаю сколько дней сидит вроде все нормально яйца теплые под ней 15 яиц вроде индаутинных больше никакие ей не подкладывал ну это умничка моя просвечивал яйца недавно сейчас расскажу тоже ну и вот про эту чуму грязную это моя хромая косая утка тоже она не сразу как-то то вроде сидела потом ну целый день посидела потом целый день ходила я боялся что там начнет развиваться зародыш а потом ну как бы просто охладиться и ничего не будет ну сейчас тоже вроде села нормально она ухтыж она пищит вообще все хорошо под ней ой я не вспомню сколько под ней яиц и по-моему и не считал и 1 гуси на ей подложил уже тоже вчера посмотрел уже видно эмбрион надо будет сегодня завтра просветить яйца и пометить под этой у меня помечено чтоб не подносили другие под этой под этой не помечено ну это еще эмбрионов не видно посмотрим чуть позже ну а под этой красоточкой просветил и что вы думаете у нее было 13 индаутинных яиц и 2 гусиных и все 13 яиц оплодотворенные селезни мои умнички тогда они еще кстати вдвоем сидели вроде как здесь сутками так что ну я думаю гром конечно в основном работал тут ну и баффи тоже иногда топтал ну это самое главное что все хорошо оплод шикарный посмотрим что будет под остальными уточками вот так ну и 2 гусиных яйца тоже под ней живые будем ждать гусят двоих надеюсь вылупятся в инкубаторе 10 гусиных и яиц тоже живые пока что всем очень надеюсь что и дальше все так же хорошо будет идти тут тоже кстати гусиное яйцо глянул живое уже появился маленький паучок значит куда я делал из этого гнезда яйца сначала вообще забрал тут еще одна утка несется она почему-то не слазь не в это гнездо она вот просто на полу вот здесь несла сегодня поставил гнездо вот так вот знаком накрыл вон о здрасте вы тут чё забыли мадам снестись хочешь да нет еще яйца вон там эндоутинные яйца положил сюда 13 яиц это ну там некоторые и она кстати такие крупные яйца несет я не знаю какая утка скорее всего лиловая у нее такое прям провисшее пузико ну и в общем то надеюсь что сядет нанесет нарвет пуха и сядет но уже как бы там яиц нормально еще несколько яиц и должна сесть она только начала нести там яйца ну от чужих уток у меня неслось четыре утки как помните они четыре рвали пух собирались сесть но одна умерла моя белая прилетевшая утка и вот цену ее яйца но я там яйца мешал они во первых просто в разные гнезда несли но я плюс мешал чтобы утята под каждой уткой были цветные от разных уточек и по итогу вот там десять или сколько-то яиц ну не ее а вот которые были в том гнезде который должна была насиживать та утка но по итогу она погибла и я не знаю теперь это то по сути не это лиловая вот она ну а может и то я не знаю ну вот это вообще пузико провисшее как у несущейся уткой утки это по сути тоже нанесет столько и сколько ей надо не знаю сообразит ли она сесть чуть раньше потому что там яиц уже много но посмотрим будут лишние яйца значит в инкубатор заложу если будет место в инкубаторе утиные яйца от игоря скорее всего сегодня просвечу уже там тоже все шикарно видно посмотрим не знаю получится снять или нет но всяком случае расскажу что получится и помните 10 яиц от шоколадных уток я их не заложил в инкубатор но они во первых не вместились я хотел или под утку сунуть или у меня курица ухилюй там вроде мастилась на яйца по итогу она потом перестала сидеть гуляла и яйца до сих пор лежали но они свежие индоутинные яйца можно хранить хожу туда-сюда за ними три недели спокойно но вчера я их подложил все-таки села ухилюй квочка вот тут вот в сарайчике у меня тут солома и я ее сюда посадил не стал сажать в клетке там почему-то все квочки прямо в гнездо ходили в от возможно им там мало места поэтому я решила посадить сюда и под нее вот такая как раз 10 яичек хорошо вместилась она небольшая поэтому пускай сидит будем ждать шоколадных индоутят моя дизайка такая моя дизайка такая королева прямо черная она у меня в прошлом году была самая лучшая мамка ничего страшного конечно будет дольше сидеть не 21 день а 35 ну а там посмотрим может быть другая курица сядет ей дадим досидеть чтобы эту долго не мучить но я не думаю что это прям так критично она спокойно посидит и 35 дней до курёшка матякута на кайфует вот так вот приятно да скажи так надо будет подсчитать когда срок вылупляться этим яйцам сегодня первый день возьмем вчера вечером я подложил ей и записать а то у меня куча выводов и я не помню кто когда должен лупиться вот под теми двумя утками белой коричневой я так и не знаю я примерно знаю в начале мая будут но так как они сидели то вроде сидели то не сидели я не знаю какой день считать первым поэтому примерно в первых числах мая будут у них утята где-то 5 мая может ну шоколадный попозже получается у беленькой будет чуть раньше посадили сутки на яйца и воду начали гораздо меньше расходовать то я им наливал прям полная корыто это тазик и им хватало на день именно не на сутки на день я с утра наливал к вечеру уже выпивали а сейчас я им наливаю даже не до конца не совсем полная и им хватает на сутки еще и остается с утра они конечно быстро замазывают но я с утра мою свежую наливаю но все равно грязная это шутки что вы все прячетесь как мне вас поснимать давайте тут поснимаю от маранша тоже надо уже заложить яйца я собираю их уже три недели чего ты привстала проветриваешь красоточка я вас еще поснимаю вы не против я уже заложил на самом деле но мне совсем скоро будут яички у меня от породы джерсийский гигант бесплатно там у меня попросили собрать яйца бегунков купить заказали а по итогу мы договорились там обменяться яйцами я яйца от бегунков а мне яйца от кур породы джерсийский гигант буду держать их в общем стаде если вылупятся для разнообразия и вообще решил общее стадо максимально разнообразить разными породами будет классно я думаю будут прикольные цыплятки карликовые разные породы туда можно завести мне игорь который мне утиные яйца дал мы будем еще с ним меняться я вам рассказывал карликовых хохинхинов яйца он даст ну и у него еще много карликовых пород и он от них тоже мне пришлет яйца и будет прикольно вообще стадо пустить планирую там чисто куриное сделать стадо бегунков я тоже планирую оттуда выселить и все чтобы было чисто сухо и чисто курочки жили почему я моральные яйца так долго собираю ну вообще на самом деле три недели еще нормально две недели можно собирать спокойно но слышал для себя и три недели собирают и все нормально ну и то это же три недели самым первым яйцам остальные по свежей просто хочу сразу вот одной закладкой вывести себе небольшое количество которое мне нужно будет и все чтобы не мучаться вот это несколько цыплят понемножечку растить я хочу вот то что вы видится курочек и петушка одного в общее стадо пустить чтобы были цветные яйца для вот этого моего голубомедного петушка который тут сидит если он не будет конечно кидаться его все-таки оставлю то буду искать ему не родственных курочек чтобы сделать побольше семейку а то парочка это как-то мало вот этот вот паразит вот как боится теперь ну вот как то так вроде все рассказал всем спасибо большое за просмотр всем пока